Итак, товарищи, вторая часть обзора мини-сета. Мини-обзор мини-сета. Возвращение в Naxxramas. Вчера мы большую часть карт обозрели. Обозрели. Но так как не все карты были показаны, то часть осталась. Вот теперь все карты показаны. То, что не влезло в первую часть обзора, мы обсудим сейчас. Вот эти карты нам показывали. Это нам показывали. Это мы уже смотрели, смотрели. Каннибалин смотрели, смотрели. Да, это все было. Паладин было. Я, кстати, читал мнение. По-моему, даже у меня в группе в комментах писали, что Близзы написали в твиттере, что очиститель в будущем станет мехом. По-моему, там люди прочитали твит, но неправильно перевели с английского. Суть претензия такая, что вот пьюратор это аналогия, отсылка на куратора, на старую легендарку из Каражана. И куратор был механизмом, а пьюратор не механизм. Соответственно, это пользователи заметили, спросили, как что за фигня. И Близзард ответили в твиттере. И вот мои комментаторы в группе, они неправильно перевели. Они подумали, что Близзард сказали, мы сделаем пуратора мехом попозже. Не сейчас, но позже. Что на самом деле ответили Близзард? Близзард ответили, и пьюратор не будет механизмом. И куратора мы зря делали мехом, но так как это уже дела давно минувших дней, в принципе, на это всем насрать, поэтому мы ничего не будем менять. Но, в общем-то, и куратор был ошибка, он не должен был быть мехом, потому что это не механизм, это как бы оживленные создания магические. Так что механизмом он не станет. Так, это мы видели, видели, видели. Хотим новые карты. Это тоже мы все видели, все в первом обзоре. Это тоже, да, все было. Давайте новые карты. Новые, новые. Пока новых нет. Вот, мурлоки, мурлоки. Вот, такого не было. Значит, шаман получил 3 карты. Элементаль мурлок за 3 маны 2-3. Баттлкрай призывает 3 мурлоков 1-11. На прошлой игру вы разыграли элементаль. Вы только подумайте, за 3 маны вы получаете существо 2-3 и 3 существа 1-1. И все они считаются мурлоками. Ты за 3 маны, за 3 маны, за 3 маны получаешь 4 существа и одно из них существо 2-3. Вы не в шоке от этой херни? Конечно, тут надо, чтобы получить мурлоков, надо сыграть элементально. Но вы только подумайте, сколько мяса вы получите за одну карту всего за 3 маны. Это же целая армия. Ее можно бафать. Ну, все эти связки на мурлоках. Прикиньте, как много это жира. Это просто что-то нереальное. Это фантастика. Жир жирнее. Ну, если хоть как-то будет играть мурлок и шаман, там 100 пудов будет лежать эта карта просто потому, что супер дешево, супер быстро, супер темпово, целая, блять, армия. 3 малыша 1-1 и туша 2-3. Все это говно бафается другими мурлоками. Ну, это просто с ума сойти. Это что-то запредельное, что-то невероятное. Это просто нечестная карта. Так. Пылающая трансмутация. Выбираешь существо, раскапываешь другое на одну дороже, выбранное существо превращается в него. У нас уже были разные версии трансмутации. Переврати всех своих существ. Переврати своих существ на 2 дороже. Переврати своих существ еще больше. Но эта карта отличается. Казалось бы, она плохая, потому что она превращает всего одно существо и всего на 1 дороже. Но все трансмутации, которые были до этого, ничего не раскапывали. Не давали тебе рандомное существо. А здесь ты раскапываешь. Ты более управляемый процесс и у тебя 3 варианта на выбор. Соответственно, шанс раскопать что-то удобное. Это прям пушка. Так. Морозильная камера. Замораживает выбранное существо. Выкладываю в руку его копию. Ого. Всего за одну ману. Слушай, всего за одну ману. Ты подумай. Всего за одну ману. Замораживает выбранное существо. Выкладываю в руку его копию. Любые легендарки чужие. Любые карты других классов. Ну, любые существа других классов. Обалдеть. Слушай, по-моему, очень круто. Ну, на арене точно бомба. Не знаю, что в аквадере найдет ли применение. Я там еще в чате подсказываю, что на прошлом листе я какие-то новые карты не видел. Да нет. Все это мы обсуждали. А, нет. Действительно. А, да. Ты прав. Рога карты. Рога карты. Да, не видели. Да, ладно. Шаманы посмотрели. Шаман получил три новой карты. Это просто пушка. Так. Рога карты. Но, смотрите. Веселый Роджер. Рога. Нежить пират. Смотрите, внимательно. За одну ману. Существу 1-3. После того, как ваш герой атакует, призывает пирата нежить 1-1. Охренеть. Охренеть. Существу 1-3. Сам нежить пират. И когда ваш герой атакует, вы кладете на стол еще одного пирата. Обалдеть. Просто жесть. В дальнейшем мы пират-рог. Пират-дека не встречали. Каким-нибудь агроговна какой-нибудь. Ёлки-тыпалки. Обалдеть. Ну, жесть. Жесть. Просто сколько мяса. Сколько валуева. Ну, по старым меркам это просто имба имбовая. Но по новым меркам есть вот теперь такие элементали. Я теперь даже не знаю. В конкуренции с такими вот мурлоками элементалями это теперь круто считается. Мне кажется, все равно считается круто. Правда, сейчас карты настолько невероятно сильные. Настолько темповые валуевные. Что то, что раньше казалось, год-два назад считалось чем-то запредельным, супермощным. Сейчас будет выглядеть очень бледно. Поэтому, может быть, даже такая имба будет недостаточно хороша, чтобы конкурировать с современными деками. Лоскутное творение. За 3 маны нежить 1-1. Ну, казалось бы, за 3 маны 1-1 что-то несерьезное. Но если серия приемов получает плюс 2-2. То есть получается за 3 маны 3-3. Ну, допустим. Если насыщение 2. То есть если умерло 2 существа, пока он в руке лежал, получает плюс 3-3. И жажда маны 8 получает плюс 4. И суть, насколько я понимаю, суть этой карты, она заключается в том, что эти бафы не заменяются. То есть 3-3, оно не вместо 2-2. И 4-4 не вместо 3-3. Оно все по отдельности и все суммируется. То есть максимально сыграв его на 8 мане с насыщением из серии приемов, мы получаем существо. 6-6. 10-10 существо будет за 3 маны. Очень недурно, по-моему. Все это суммируется. Просто каждое отдельное условие проверяется и выполняется отдельно. Насытил на тебе плюс 3. Серия приемов на тебе плюс 2. Максимально 10-10. Плохо что ли? Хорошо за 3 маны. Ну, а не хочешь 10-10? Можешь играть пораньше. Всего лишь какие-то жалкие. 6-6 за 3 маны. По-моему, нихуево. Смотри. На первый ход ставим веселого Роджера. Идем в атаку. 2 существа на столе. Они погибли. И насыщение есть. Потом на следующий ход бахаем. На второй, третий ход существует 6-6. А! Опа! Круто. Так. Разбойное нападение. За 0 маны спелл Роги наносит 1 единицу урона существу. Если за этот ход вы разыграли карту другого класса, вместо нас у 4 единицы урона. Ну, вот это вот под вопросом. Конечно, сейчас Рог на воровстве очень актуален. Одна из лучших колод джекпот Рога. Тем не менее, контроль, который бьет только по существам. Причем, ну, не точно убивает, а так... Ну, наносит демэдж. Он такой, под вопросом. На 4 урона, что плохо? Да ничего плохого. Просто он бьет только существо. И может не поместиться. Потому что там и так карта помещается с трудом. А так уже есть колода, в которую ее можно впихнуть. Так, идем дальше. Друидских карт не смотрели. Друидские карты. Итак, вы берете 3 карты за 6 маны. Что не круто. Потому что 3 карты и за 5 маны это не особо круто. Вот за 4 можно подумать. Насыщение 6 стоит 1 ману. То есть, если накормили 6 существ, можно за 1 ману взять 3 карты. Где это круто? Ну, в любых агро-друидах на кучу мелочи. Может быть, в каких-то друидах там с выводками Аниксии, с самой Аниксией. Ну, что-то такое. Ну, скорее, это агро-друид, чтобы за 1 ману добраться. Так, глубокая рана. За 1 ману ваш герой получает плюс 2 к атаке до конца хода. Но если существует урон, равный атаке вашего героя. Можно просто нанести 2 урона. Как бы 2 атаки получить и 2 урона за 1 ману. А можно сначала прожать обилку, получить 1 атаку. А потом нажать глубокую рану и получается нанесешь 3 урона. Еще на 3 сходишь. А можно сыграть первоначально еще какую-то карту, которая дает тебе плюс к атаке. А потом прожать обилку и нанести много урона. То есть, варианты есть. Такая довольно гибкая ремовал карта. Чего, неплохо. Всего за 1 ману. Недорого. Может 2 существ убить. 1 атак, 1 атаку сходить. Жук-убийца. За 6 маной 6-6. Таунт. Жажда маны 11. Получает плюс 4 и рвок. То есть, в итоге будет 10-10. Таунт и рвок за 6 маной. Жажда маны 11. Нужно, чтобы тебе было 11 маной. На текущий момент есть ровно один способ получить 11 маной. Это карта героя ДК. Вот эта, которая позволяет тебе иметь 20 маной максимум. Других способов на текущий момент получить больше 10 маной нет. Но, наверное, что-то появится. Потому что ДК-то явно раньше уйдет, чем Жук-убийца. И, соответственно, Жук-убийца в стандарте останется без активации. Что-то, наверное, придумают, чтобы... Близзы заявили, что после вывода ДК гафа из ротации они добавят друидного... Ну вот, да-да, это логично. Я вот этого не знал, но я предположил, потому что это абсолютно логично. Да, но должны быть другие способы разогнать ману больше 10. На самом деле, интересная механика у друида. Конечно, слегка читерская, но мы уже к ней привыкли. Ну вот, ну что, за 6 маны 10-10, таунт и рывок. Рывок, не натиск, рывок. То есть, смотри, он стоит 6 маны. Теоретически можно штучки 2-3 в один ход сыграть. Разогнать ману. 6 маны, 6 маны. Копировальщик какой-нибудь. Все тебе в пятачок. Пятачок, гляди. Вот тебе в пятачок. Жесть. Просто жесть. Так, подозрительный... Не, давай вот это вот. Бесконечный потенциал. Все ваши демоны и мурлоки получают предсмертный хрип, призывая 2-2 без Сурлока. Ну, без Сурлока это отсылка к тому, что они будут иметь два типа существ. Демон и мурлок. Ну, это опять же, любой варлок на мелочи. Сейчас есть без Салок. Всего за 2 маны все ваши существа получают Десаратл 2. Раньше у друидов была карта, которая делала почти то же самое. Она оставляла пеньков 2-2. Но там все ваши любые существа, любые существа получали Десаратл. Здесь Десаратл получают не все существа, а только демоны и мурлоки. Ну, без проблем. Варлок, который играет только демонами. Ну, или почти только демонами. Зато стоит не 4 маны, а 2. Плохо что ли? Хорошо. Мелочи заплодил, вот это говно кинул. Давай вычищай. Сейчас и так варлока трудно вычистить. Теперь вообще вычищай. Жесть, если честно. Так. Подозрительный торговец. Батлкрая. Вы раскапываете карту за 1. Если противник угадывает ваш выбор, он получает копии. Ну, уже было несколько классов с подобными механиками. Была такая у мага. Была такая у легендарного паладина, по-моему. Ну, несколько классов имели, такие карты нескольких классов не имели. Вот теперь варлок получил такую карту за 2 маны, 2-3. Проблема этой карты в том, что, например, когда ты играешь в подобные карты у мага, ты раскапываешь заклинание, ты на первый ход сыграл 1-3. И тебе же не обязательно сразу играть заклинание Когда ты легендарку копаешь, тебе не обязательно Сразу играть, да ты скорее всего не сыграешь сразу И соответственно ты не светишь карту Когда ты копаешь единичку Особенно если это происходит не на второй ход С большой вероятностью ты эту единичку Сразу и сыграешь А сыграв ты сразу ее засветишь Ты дашь оппоненту точное указание Даже не подсказку, а точное указание Какая карта правильная И он с большой вероятностью ее получит Это дело конечно слабее, чем аналоги других классов Но в целом, что какой-нибудь золок нормальный Так, чумное извержение Наносит 2 единицы урона всем существам Если в этом матче возбрасывали карту Наносит на 1 больше, ну то есть 3 Что-то пока не пойму, а что это Ну, есть, конечно, какие-то карты Под дискард, но так сходу назвать колоду Где-то может пригодиться, что-то так сходу Это не могу, ну за 3 маны всем по 3 Всем включая свои Ну, контроль какой-то получается, да Какой-то контроль, типа хеллфайр, который не бьет по лицу Это что-то пока непонятно Так, эти карты ДКшные мы все видели Это мы все видели А, ну получается все Получается все карты мы рассмотрели Не так много вчера осталось Вот роговские карты, вот шаманские карты Вот друидовские карты Вот варлоковские, 4 классов не было и все Все, ребята, на этом вторая часть обзора окончена Мини-сет, мини-обзор Он уже должен сегодня выйти вот-вот Поэтому обзор выйдет даже позже, чем выйдет сет Все, спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок